Заходит мужик в туалет, снял штаны, сел, срет. За стенкой слышит голос. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Что делаешь? Сру. А потом слышит. Ты извини, я тебе попозже позвоню, а ты тут какой-то придурок за стенкой на мои вопросы отвечает. Ливерпуль. 17 век. Портовая корчма. Сидят за столом старый морской волк без глаза, без ноги и без руки с протезом в виде крюка. И туча молодых матросов и пьют ром. Старик, а ногу где потерял? Ой, короче, братва, было дело возле кубы. Испанский галеон брали, битком набитый золотом. Идем на абордаж, я уже приготовился, перелез через борт, а тут волна наш корабль подбросила, врезались, я не успел среагировать и ногу оторвало к ядреной матери. А с рукой-то как дело было. А дело было в Средиземном море. Турецкую галеру с бабами для их султана брали, значит. Ну, абордаж. Пока ребята там турка врезали, я прямиком в трюм к бабам. Ну, засмотрелся я на красоту, и тут мне евнух, гад, я таганом рукой отхерячил. Ну, а глаз? Да это тут, на пристани. В смысле? Да чайка насрала, а я забыл, что у меня крюк. Кузнец держит щипцами раскаленную подкову. Боже, какая она горячая, восхищается крестьянин. Да нет, говорит кузнец, дашь десятку, так я ее языком облежу. Да будет вам, пожалейте свой язык. Но в предвкушении необычного зрелища протянул кузнецу десятку. Кузнец облезал десятку и положил себе в карман.